Кстати, у вас очень необычная хореография и сложная, и трюки, и этот летающий Феникс не трагировался? Слушайте, был момент в Питере, не буду скрывать, были комментарии, я знаю, почему вы это спрашиваете, да. Там затянулось немного мое переодевание, ребята растянули момент проигрыша, и у Феникса, к сожалению, было всего пять кругов, и на пятом он немного устал. И никто не мог этого предугадать, он просто внезапно это сделал, его благо поймали, но он долетел до людей, никто не травмирован, все хорошо, мы утешили девочку, которая стояла рядом нашим мерчем, мы ее обняли, извинились миллион раз. Честно, я скажу так, что если бы я называла это диким зашкваром концерта, я бы так не могла сказать, потому что всегда в концертах, в любых мероприятиях, где очень много людей задействованы, где сегодня, например, было больше 8 тысяч человек, я точно знаю, либо около 9, я сегодня не очень, я вообще в целом не очень в цифрах ориентируюсь, ну когда, это такой масштаб, да, есть, ну, разные моменты, и мне вот только что показали, что, например, там после концерта Клок Волос лежал таких вот на полу, и там какие-то очень смешные моменты, где женщины кричали, и только не попадись мне бывшие на пути, это очень мило и смешно, говорю все время про человечность, про любовь, типа давайте, давайте будем другими, мы будем лучше, круче и так далее, но человеческий фактор его невозможно отменить, и так же, как и человеческий фактор, который запускал этого дрона, да, он безумно красивый, и так.